В январской череде атак на журналистов фигурируют пять фамилий. Динары Егеубаевой, Самал Ибраевой, Гульжан Ергалиевой, Гульнары Башкеновой и Мая. А имя Михаила как-то отошло в тень. Я уже говорил как-то, что Казачкова сознательно хотят от нас отделить и сделать из него банального уголовника. Но я уверен, что он, как и мы, подвергается преследованию исключительно за свою профессиональную деятельность. Общий привет! До стар! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. В среду в шестом часу вечера мне позвонил Мурат Адам, адвокат журналиста Михаила Казачкова, который с 21 декабря прошлого года находится в следственном изоляторе. Я записал нашу беседу на Zoom. Мурат, расскажите, что сегодня случилось. Здравствуйте, Вадим Николаевич. Сегодня произошло то, чего я никак не мог ожидать. Приехал я на свидание с моим подзащитным Казачковым Михаилом Валерьевичем. Где-то было время 16 часов, я точно не могу сказать время, 16 часов, несколько минут. И вот с того времени меня к нему не пропускают, ссылается на то, что у него имеется по нему письмо с Департаментом экономических расследований о том, чтобы ему никого не пропускать все эти действия, согласовываясь с Департаментом экономического расследования. Прошу показать мне данное письмо, меня с ним ознакомить, указывать ли там на то, чтобы не допускать меня, конкретно, защитника, его адвоката, а дам других защитников Казачкова Михаила Валерьевича. К сожалению, они мне этот документ не показывают, и на сегодня я эти действия расценивал как воспрепятствование законно-адвокатской деятельности, что преследуется действующим уголовным кодексом Республики Казахстан. И сейчас я вызвал полицию для того, чтобы реализовать право на обращение к письменным заявлениям о регистрации БИРДР данного факта воспрепятствования законно-адвокатской деятельности. Потому что я уже около двух часов не могу попасть на свидание к моему подзащитному Казачкову Михаилу Валерьевичу беззаконных на то основание. Я предоставил все полномочия, у меня есть уведомление о защите, уведомление адвоката, у меня есть, соответственно, постановление следователя о допуске в качестве защитника по этому делу. И при наличии двух этих документов меня к нему не пропускают. Слывается на какое-то письмо по старинному департаменту экономических расследований. Более того, я вам скажу, что я сразу же оперативно связался с следователем, который ведет расследование по данному делу, например, того, чтобы выяснить, по какой причине все это происходит. И мне сообщили, что такого решения им не выносилось. Никакого постановления о том, чтобы не допускать вас адвоката к вашему подзащитному, нами не выносилось. Но тем не менее, вот следственный изолятор, я сейчас здесь нахожусь, Красногорская 73, меня к нему не пропускают. Вот такая вот ситуация. Михаил Козырьков находится в следственном изоляторе с 21 декабря прошлого года, если я не ошибаюсь. У вас были подобные случаи уже? Впервые. Сегодня такие случаи сталкиваются вообще впервые. Сегодня же должны были пройти следственные действия. Сегодня, да. Да, скажем так, можно сказать, я бы сказал, наверное, обманули, наверное, мне кажется, потому что нас вызвали на 15.00 на следственные действия. Пришли адвокат ПАН, Игорь, соответственно, я тоже. И следственные действия не провели в департаменте экономических расследований, мотивируя тем, что не доставили конвойные службы Бухаила им здание департамента экономических расследований. Ну и хорошо, разошлись. Я вот сразу же приехал туда, в следственный изолятор, и сейчас выясняется, что я бы имею в департаменте экономических расследований, чтобы не допускать защитников к нашему подзащитному. Вот такая ситуация, Владимир Николаевич. Хорошо. Спасибо вам за комментарий. Есть что-то добавить? Ну мне добавить больше, в принципе, нечего, кроме того, что будем сейчас задержаваться, писать заявление. Это вопиющий случай, это прямое нарушение права на защиту Михаила Валерьевича. Он имеет право на защиту, и причем я понимаю, что если бы постоянно меняли защитники у Михаила, на сегодня участвуют одни и те же защитники, которые заступили для участия в качестве адвоката с первого дня, как его задержали. Никаких там новых защитников после этого, соответственно, я имею в виду в порядке замены, у нас никаких замен не происходило. И вот когда мне сейчас в следственном изоляторе говорят, что письмо было вызвано тем, что происходят частые замены защитников, но данный факт не имеет места быть в действительности, потому что я из числа первых защитников, вот Игорь Памф, потом я заступил, и все адвокаты, которые заступили, мы и продолжаем здесь участвовать в качестве адвокатов. Никаких замен по данному делу защитников не имело места быть. Спасибо, Мурат. Вот такой факт имеет место быть. Спасибо вам тоже. Всего хорошего. До свидания. Почти сразу после нашего разговора Мурат Адам мне перезвонил и сообщил, что после полутора часов ожидания в 17.44 его, наконец, допустили в камеру подзащитному. А несколько дней назад в Телеграме появился новый канал Михаила Казачкова «Дневник арестанта». Сразу поясню, что компьютера в камере у Михаила нет, и вести канал ему помогают помощники на воле. Там уже появился первый контент, и вот что Михаил пишет в самом начале. Всем привет, это Казачков, и я на данный момент являюсь политическим заключенным в Казахстане. В 2023 году. Друзья, как вы знаете, я не мыслю свою жизнь без профессиональной журналистской деятельности, а значит, я продолжу ее, несмотря ни на что. За неимением возможности доступа к своему Телеграму, Казачков офсайт, буду публиковать свои мысли или информацию о расследовании, заключении или информацию от общественности. Здесь. У Телеграм-канала «Дневник арестанта» уже больше трех тысяч подписчиков. Можете подписаться и вы. Ссылку на Телеграм-канал «Дневник арестанта» я оставлю в описании к этому ролику. Несколько дней назад Михаил Казачков передал на волю адресованное мне письмо, которое он написал собственноручно. Сейчас я вам его зачитаю. Вадим Николаевич, здравствуйте. Это Казачков беспокоит. Надеюсь, я вам еще не надоел. Нет, Миша, не надоел. Слышал, что случилось с вашей дверью, сочувствую. Адвокаты говорят, еще накануне сожгли машину Динары Егеубаевой. Угрозы поступали и Самал Ибраевой. Я думаю, очевидно, что по журналистам работает подразделение одного из силовых органов. Когда я был на воле, слышал версию о некоем телеграммном генерале, отвечающем за работу со СМИ. Не знаю, какое ведомство нами занимается. Возможно, все вместе. А центр принятия решений где-то выше. Говорят, что вы хотите написать коллективное заявление. Я о таком заявлении ничего не слышал. Возможно, или сам что-то пропустил, или Михаилу неверно передали. Но продолжим. Если что, мои адвокаты поддержат. Мой случай с машиной можно смело туда включить. Летом мне истарапали автомобиль нецензурными словами. А потом еще присылали угрозы в телеграмм моей жене, обещая взорвать детей. В качестве доказательства того, что эти люди все про нас знают, нам прислали паспорта сына и дочери, их анализы, фотографии. Я тогда написал два заявления в полицию. Была команда сверху взять дело на контроль, но так никого и не нашли. Самое интересное, полиции удалось установить, что за моей машиной следили через систему СЕРГЕК. Это делал сотрудник антикора, либо кто-то воспользовался его флешкой для входа в систему. И, насколько я знаю, его даже не допросили. Так что желания искать тех, кто преследует журналистов, у органов нет. Даже исполнителей не нашли. Хотя в антикоре могли бы объяснить, есть на меня дело оперативного учета, или кто-то входил в систему, чтобы следить за мной. Там есть очевидное преступление. Либо халатность того, кто оставил флешку без присмотра, либо превышение власти. Но, насколько я знаю, никого не наказали. Здесь я прервусь. В январской череде атак на журналистов фигурируют пять фамилий. Динары Егеубаевой, Самал Ибраевой, Гульжан Ергалиевой, Гульнары Башкеновой и моя. А имя Михаила как-то отошло в тень. Я уже говорил как-то, что Казачкова сознательно хотят от нас отделить и сделать из него банального уголовника. Но я уверен, что он, как и мы, подвергается преследованию исключительно за свою профессиональную деятельность. Поскольку прямо и по делу критиковал руководителей силовых ведомств, в частности, Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу. Вернемся к его письму. Я уверен, пишет Казачков, что давление на журналистов будет расти, особенно на популярных и независимых. Я тут читаю газеты, мне передают коллеги, и вижу, насколько упал уровень СМИ. Казахстанские СМИ откровенно занимаются пророссийской пропагандой, избегая острых тем. Впервые взял в руки издание «Аргументы недели» и ужаснулся. Это же галимая пропаганда. Но с ней не борются, а сажают тех, кто пишет о коррупции и поднимает острые вопросы. Я весь прошлый год предупреждал, что силовики выходят из-под контроля, теряют почву под ногами. Раньше они были мальчиками на побегушках, а сейчас сажают тех, кто связан с семьей Ельбасе, и гонял их за сигаретами. На пути у беспредельщиков только журналисты. Сейчас они зачистят информпространство, всех неугодных запугают, пересажают, а потом приведут к власти своего президента, пишет Казачков. Мы и не заметим, как через несколько лет страну втянут в войну, например, с Кыргызстаном. Ну а что, яркий пример перед глазами. Сил всем коллегам. Михаил Казачков, камера 59, учреждение 072. Подчеркнул, что это только версия Михаила, и комментировать я ее не буду. Однако то, что сейчас с ним происходит, в частности попытка недопуска адвоката в камеру, подтверждает его слова о беспредельщиках. И эта версия отчасти совпадает с моими предположениями, которые я высказал 22 января в обзоре главных событий недели. Что, возможно, существует некая третья сила, которая не подчиняется недействующему президенту, небывшему и кошмарит журналистов самостоятельно. Динара Егеубаева и Гульнара Башкенова пишут в своих социальных сетях, что с начала этой недели их терроризируют бесконечные звонки из-за границы. Динара написала мне, что звонила в КСЛ, но там сказали, что помочь ей не могут. А следу утром добрались и до меня. Уже до обеда было больше 500 звонков с заграничных номеров на сотовый телефон и свыше 200 на WhatsApp. Они звонили без перерыва, пока я не поставил телефон на авиарежим. Вот посмотрите, вот так весь день. Не устаю сбрасывать звонки. Видите, 580 неотвеченных вызовов. Замучаешься делать скриншоты. Вот одни красные номера и все иностранные коды. Что касается пенной вечеринки у дверей моей квартиры ночью 19 января, то двери в мою квартиру и в подъезд мы отмыли в тот же вечер. А из полиции после 19 января никакой информации я не получал. Сейчас я вам прочитаю пост Адилия Джалилова, руководителя медиапроекта «Фактчек КСЗ», который он выложил в среду у себя в Фейсбуке. Михаил Казачков задрал планку смелости и крутости в профессии. Я не знаю, с чем это сравнить. Наверное, с ледоколом. Как бы это банально не звучало. Он прорубал в обществе многометровые слои льда страха перед власть имущими. Сейчас несколько таких ярких и крутых журналистов подверглись атакам. Михаил в демонстративно-псердоправовом стиле. Динара Егеубаева и Вадим Балейко подверглись уже демонстративно-антиправовым атакам. И возникает вопрос. Если это произошло сразу после президентских выборов, то что будет в ходе парламентских? Такие атаки – это послание всем борзым. У нас есть любые методы, и никто вас не защитит. Поэтому не вякайте. И если вдуматься, не отпустить Михаила после таких нарушений, навешать ему таких серьезных статей, можно, вероятно, только при наличии благословения свыше. Но именно поэтому в интересах всех, не только коллег, защищать журналистов. Потому что эти слои льда страха быстро нарастают снова. У нас мало ледоколов, и их постараются как можно быстрее устранить. И мы все будем бояться критиковать, поднимать проблемы, контролировать чиновников. А это все скажется на наших жизнях. Друзья, 24 января, как обычно, в 9 утра на нашем канале появился новый выпуск. А после обеда я его удалил. Впервые за всю историю гиперборея. Речь в нем шла о том, что поступления в Национальный фонд в прошлом году резко выросли, но при этом совокупные активы значительно снизились. После публикации анонса этого выпуска в Фейсбуке, один из френдов запостил в комментах ссылку на сайт Министерства финансов, где 5 января был опубликован отчет о поступлениях и использовании Национального фонда Республики Казахстан на 1 января 2023 года. Я сравнил цифры, приведенные в выпуске, с официальными и понял, что они не бьются, то есть серьезно не совпадают, а значит мои выводы искажают общую картину. В комментах писали, что на меня было оказано давление, чтобы я удалил этот выпуск. Это не так. Я сам принял это решение. И никого не виню. Я сам был инициатором этого выпуска и сам должен был перепроверить всю информацию. И значит сам несу всю полноту ответственности. Оправдания и ссылки на ночной монтаж, на мои проблемы, на то, что меня подставили, здесь не работают. Приношу глубокие извинения всем, кого ввел в заблуждение не до конца проверенной информации. Призывать подписываться на канал и говорить о донатах именно сегодня было бы наглостью с моей стороны. Скажу только, что канал продолжит выходить в прежнем режиме. Поручение заниматься своими профессиональными обязанностями, которые президент периодически дает нашей полиции, мне не требуется. На этом я с вами ненадолго прощаюсь. Сау Бонус Дар. Сау Бонус Дар.